Мегрелы, кто такие? Любому человеку, изучающему Кавказ и желающему приехать в Грузию стоит узнать немного о народе мегрелов. В этом посте расскажу именно о них. Кто такие мегрелы? Мегрелы, а не менгрелы, западная ветвь грузинского народа. Маргалепия, в единственном числе маргаль. Всего их в мире около 300-400 тысяч человек. Живут мегрелы чуть западнее Кутыси, вплоть до самой границы с Абхазией. Главный город – Зугдиди, где расположен небольшой, но очень красивый дворец князей Додиане, властителей Семегрела, так называется на Мегрельском их родная земля. В древние времена мегрелы жили по всему восточному побережью грузинской части Черного моря. Но восточные грузины своим переселением на запад разделили их на две части, собственно мегрелов и их ближайших родственников, лазачинов, ныне по большей части оказавшихся в Турции. Еще 30 лет назад мегрелы в большом количестве жили и в Абхазии, в Сухуме, а Чемчире. Но из-за военных действий были вынуждены бежать из республики. Мегрельские беженцы в итоге расселились по всей Грузии, встретить их сейчас можно в Тбилиси, в Цхалтуба. Немало мегрелов бежало в 90-е от абхазских погромов в Россию, в Москву и Сочи. У мегрелов, кстати с абхазами нет никакого родства, одни народы картвильской семьи, другие – родственники черкесов. Но у мегрелов и абхазов за тысячи лет жизни бок о бок сложились общие традиции, общая история, сходные их кухни. Тем не менее, в одной республике ужиться эти два народа так и не смогли, увы. На каком языке говорят мегрелы? Язык мегрелов – родственник центрального грузинского. Но друг друга мегрелы и картвилы не понимают. Наречия грузин и мегрелов разошлись, по подсчетам ученых, еще за пару сотен лет до нашей эры. При письме мегрелы используют стандартный грузинский алфавит. Сейчас в самигрелы нет мегрельских школ, никаких указателей вывесок на мегрельском, не издается мегрельских книг. Мягкий звучный язык мегрелов бытует исключительно лишь в устном общении. Можно сказать, что мегрелы принесли себя в жертву единой Грузии, так и не решившись добиваться автономии в стране. Какой характер у мегрелов? Мегрелы в Грузии словут хитрыми и сильными людьми. В Сокартвилу говорят так, не так сложно выиграть у мегрелов шахматы, сколько доказать ему свою победу. Мегрелы традиционно держат в Грузии высокие позиции в бизнесе и власти. Среди мегрелов немало так называемых воров в законе, они считаются опасными. Но на самом деле мегрелы достаточно добрый и гостеприимный народ, несмотря на все пережитое этим народом страдания. Какие самые знаменитые мегрелы? Самый известный, всесильный Лаврентий Павлович Берия. Из наших современников, певицы Диана Гурцкая и Кети Тапурия, на главном фото к статье. Мегрелом был первый президент Грузии Звиадгом Сахурдия. Мегрелом по материнской линии является и президент Михаил Саакашвили, его маму зовут Гиулия Ласания. Еще один знаменитый мегрел, Мелитон Контария, поднявший в мае 1945 года красные знамена Дрейхстагом. Мегрельские фамилии обычно оканчиваются на ава и я. При этом на русском языке не склоняются, то есть, Лаврентий Берия, а Лаврентий Берия. И да, сын или муж Гурцкая, тоже Гурцкая, а не Гурцкой. Какой вера мегрелы? Мегрелы – православные христиане с древних времен. Но у них есть некоторые интересные традиции. Например, с мегрела отмечается праздник Цачхуроба. В этот день бездетная женщина совершает паломничество в церковь на горе Цачхури в Мартвильском районе и молится о рождении ребенка. По легенде, после того, как бездетная женщина приедет сюда с детской люлькой и куклой, затем вознесет Господу Богу молитву, она сможет забеременеть в ближайшее время. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.